Человечному человеку без заморочек отпустить, допустим, у человека такое горе, ничего не может сделать. У человека такие мысли, он не может никак с ними справиться. Его беспокоит что-то, вот он чего-то хочет и не может никак сообразить ничего. И человек говорит, такое ощущение, как будто я в ловушке жизни. Или живу не с теми, живу с нелюбимыми, что-то такое происходит. И вот он говорил, избавьтесь от этого. Каким образом? Это все с вами на земле происходит. А вы выйдете в состояние космоса. И если вы выйдете в состояние космоса, как это делается? Закрытыми глазами в состоянии неподвижности человек представляет, будто он лежит в космосе. Спереди звезды, снизу звезды, слева звезды, справа. И это он называл состоянием трансцендентности или состоянием вне приземленности. Вот вам минимум самых простых медитаций. Нужна ли концентрация? Да нет, слушайте, нет таких людей, которые могут сказать, что я часами в медитации. Часами в медитации занимаюсь трансцендентной медитацией. Я часами могу и заниматься, вешу в этом космосе. Нет, наше сознание так устроит, что оно постоянно динамично. Ему что-то нужно. Это будет так, представили космос, уже нет этого космоса. Там пойдет и там что купить и так далее. Почухались, а точно, надо же представить там. И так далее. Да вот эти секунды, когда вы представляете, и есть медитация на самом деле. Знаете, мне пришло сообщение. И это сообщение, оно такое. Белые розы нужно купить зимой. Все, смотрите, белые розы можно купить зимой. А все остальное это шум. Но сама же идея есть. Поэтому ваши вспышки, где вы представляете себя в космосе, являются тем, что вас настроит. Ну и говорить о медитациях, они могут быть самые невероятные, самые необычные, самые продвинутые, самые какие угодно. Медитациями вообще можно назвать ваши путешествия, когда вы идете между автобусной остановкой или трамвайной, через подъезды или через какие-то парки, или через какие-то дворы к себе домой. Идете и видите, ой, красивая природа, и люди там живут, и так приятно, а как же они там живут, и вот такие, а какая же погода. Это медитация. Почему? Потому что в обычной жизни у вас в голове другое. А здесь вы идете, у вас медитация. На что? На природу. А это что дает? Ну еще раз повторю, деревья дадут стабильность, рост, жизненный рост. А там на небо вы посмотрите, вы уже знаете, что даст. А на птичек, ну прекрасное, полет души, полет, наверное, творческих идей. Поэтому в эзотерике очень важно заниматься. Это очень важно. Занимайтесь, читайте коды, занимайтесь медитациями, занимайтесь чтением мантр. Если человек занимается эзотерикой на протяжении одного года, то ему нужны мантры. Даже в книге моей, вот книга эзотерика, основа эзотерики, да, как она у меня называется, «Видение в эзотерику школы Кайласа», почти в каждой книге есть мантры. Нет? Оказывается нет, да. Ну, о, есть, есть. Почти в каждой книге, потому что я раньше это очень много давал. Видел я только что, есть тут мантры. Ну, может, немного, но в каждой есть. Вот они. Ага, называется «Практики начитывания мантр». Вот, видите, показываю. Почитаем, какие здесь мантры. Мантры избавляют от любого энерговоздействия. Тадьята ом хри смрути смрати в джаес ваха праджна пармитаяй сарва дургатис ватхаяра джаес ваха. Мантры очищают судьбу от обид. Тадьята кала кала кили кили вири вири хуру хуру муру муру каруне. Расмисанцу дите агаща гарбха. И так далее. Ну, это ж мои мантры, их полжизни читал. Мантра Радха хикшина. Та ж язык аж поломать можно. Смара смара вис мана. Скара маха джапахум. И вот мантры такие можно читать по утрам. Проснулись и почитали эти мантры утром. Это так приятно. Утром или вечером. Это как умыться. Почитали мантры, потом со временем переходите к чтению кодов. Потом к ментальным практикам более сложным. Делайте медитации иногда. Эзотерикой нужно заниматься. Эзотерика это познание прежде всего своей души.